Приветствую всех, дорогие друзья. Сегодня в ролике давайте посмотрим на свежую утечку о RTX 3080 Ti. Оценим патент AMD о аналоге DLSS и узнаем как TSMC смогла приблизиться к 1 нанометру. Об этом и многом другом из мира IT расскажу вам прямо сейчас. И с вашего позволения я начну с зелёного лагеря где появилась новая информация о картах LightHash Raid. Напомню, что на этой неделе Nvidia заявила об обновлении всех своих карт, что сделает их менее эффективными на эфире. Однако сама Nvidia не собирается обновлять свои собственные видеокарты. Представитель зелёных сказал, что Founders Edition это графические карты ограниченного выпуска и на данный момент у нас нет планов выпускать версии с LightHash Raid. Выходит, что обновление графических чипов затронуло только видеокарты от партнёров Nvidia. А в базе данных корейского агентства появились заявки на регистрацию RTX 3080 Ti от Polit Elite Tech. Опубликованная информация подтверждает, что в основе RTX 3080 Ti будут использоваться точно такие же печатные платы, как и в 3080. Кроме того, эти заявки в очередной раз подтвердили объём памяти у будущей видеокарты. По мнению портала VideoCards, модели RTX 3080 Ti от Polit Elite Tech внешне мало чем будут отличаться от моделей 3080. Напомню, что анонс 3080 Ti ожидается 31 мая, а выход в первой половине июня. Тем временем в сеть просочились планы AMD по выпуску мобильных процессоров. Согласно родмапу, в следующем году команда Leza Su переведёт гибридные чипы на 6-нанометровый техпроцесс и микроархитектуру Zen 3 Plus. Но в ассортименте красных найдётся место и для 7- и для 14-нанометровых продуктов. В этом году AMD уже выполнила программу по выпуску мобильных процессоров. Если верить инсайдерам, чипмейкер отказался от релиза APU в Van Gogh, решив сразу вывести их рефреш в лице DragonCrest. Обе линейки сочетают ядра Zen 2 и графический блок Navi. На смену мобильным Ryzen 5000 AMD внов предусмотрела три отдельных семейства APU. Rembrandt H для игровых лэптопов, Rembrandt U для тонких ноутбуков и рефреш актуальных процессоров Cezanne U. Впрочем, наибольший интерес представляют именно гибридные процессоры Rembrandt. Они сочетают ядра Zen 3 Plus с графикой Navi и будут выпускаться по 6 нм. А для лэптопов начального уровня AMD предложит связку из первого Zen и Vega. Они выпускаются по 14-нм технологии и примечательны невысоким теплопакетом. Компания же Intel планирует раскрыть новые подробности о Core 12-го поколения на конференции Hot Chips 33 во второй половине августа. Мероприятие начнётся с доклада Intel об архитектуре Alder Lake и затем AMD расскажет о ядре Zen 3. Сразу после этого синий чипмейкер поведает о будущих процессорах Xeon семейства Sapphire Rapids. Стоит отметить, что на конференции Hot Chips полупроводниковые гиганты обычно рассказывают о технических особенностях новых продуктов. Так что нас однозначно ждёт много интересных подробностей о будущих процессорах Intel. Также сама Intel фактически подтвердила, что в составе грядущих процессоров Sapphire Rapids X будут использоваться ядра Golden Cove. Компания выпустила очередной патч для ядра Linux и изменила в нём комментарии о особенностях Xeon Scalable четвёртого поколения. Комментарии подтверждают, что Sapphire Rapids и Alder Lake используют одинаковую архитектуру ядер Golden Cove. Между тем, в базе данных ведомства по патентам и товарным знакам США был обнаружен интересный документ AMD. В нём объясняется принцип работы технологии Gaming Super Resolution или сокращенно GSR. Предположительно, речь идёт о технологии FidelityFX Super Resolution, которая будет конкурировать с DLSS от Nvidia. AMD указывает, что Gaming Super Resolution основывается на принципе интерференции. По словам компании, нынешние методы обработки изображений используют функции линейного масштабирования. Но такой подход может приводить к размытости или искажениям выходного изображения, так как в таком случае не берутся во внимание преимущества нелинейных методов обработки информации. В документе также указываются недостатки обычных нейросетей, которые обучены работать без значительного знания особенностей объекта обработки. AMD отмечает, что методы машинного обучения не принимают во внимание особенности исходного изображения. Это может приводить к искажениям цветов и потере деталей на конечном изображении. Красные предлагают использовать решение, при котором применяется комбинация линейного и нелинейного масштабирования. Это, по их словам, позволяет сохранить и улучшить точность передаваемой информации. Компания указывает, что ее подход позволяет создавать высококачественные аппроксимации изображений и при этом обеспечивать высокий уровень частоты кадров. Также указывается, что технология может работать на базе самых разнообразных аппаратных платформ, включая CPU и GPU. По словам AMD, технологию GSR можно использовать практически везде и даже в смартфонах. Компания подала заявку на патент еще в ноябре 2019 года, однако в открытый доступ документ попал только сейчас. А компания Microsoft окончательно откажется от Internet Explorer в следующем году, спустя более чем 25 лет после запуска браузера. И ведь когда-то он использовался подавляющим большинством пользователей и даже применялся для доступа к интернету с компьютеров Apple. Однако эпоха Internet Explorer ушла и Microsoft окончательно распрощается с ним 15 июня 2022 года. Менеджер программы Microsoft Edge заявил, что новый браузер компании полностью заменит Internet Explorer уже через год. Компания же Qualcomm анонсировала модемы Snapdragon X62 5G и X65 5G, которые принесут новый стандарт во многие устройства. Новинки выполнены в виде модулей M.2 и могут устанавливаться в настольные и портативные компьютеры. Оба модема поддерживают сети 5G с автономной и неавтономной архитектурой. Решения способны работать со всеми основными диапазонами, будь то частота ниже 6 ГГц или миллиметровые волны. Модем X62 5G обеспечивает пиковую скорость передачи информации на уровне 4,6 Гбит в секунду. У версии же X65 5G этот показатель достигает 10 Гбит в секунду. Оба изделия уже доступны заказчикам и в скором времени на рынке появятся продукты на их основе. Между тем исследователи из компании TSMC представили работу о транзисторах из так называемых 2D-материалов, которые могут прийти на смену кремниевой электронике. В совместном исследовании с коллегами из США и Национального университета Тайваня специалисты нашли новое сочетание материалов. Оно делает возможным производство транзисторов из материалов толщиной в один или несколько атомов. Подобное исследование вполне может лечь в основу одного нанометра TSMC. Проблема с 2D-материалами в том, что место контакта между полупроводником и металлом обладает высоким сопротивлением и ухудшает токовые характеристики. Исследователи смогли подобрать правильное сочетание материалов, которое обеспечило все нужные характеристики для 2D-транзисторов. Снижение сопротивления на границе перехода между двумерным полупроводником и металлическим контактом произошло при контакте материала с полуметаллом висмутом. На границе раздела материалов, как сообщают учёные, отсутствовал энергетический барьер, который мог бы препятствовать течению электрического тока. Из исследования был сделан вывод, что электрический контакт между сульфидом молибдена и висмутом это вполне рабочее решение для создания транзистора N-типа. Но решения для создания транзистора P-типа у исследователей пока нет. Так что полноценной электронной схемы из 2D-материалов пока не создать. Но на этом поиск перспективных сочетаний материалов не прекратится, так что всё ещё впереди. Отмечу, что основной научный поиск был проведён учёными из США. Компания TSMC смогла создать образцы контактов на своём оборудовании. Учёные же из Национального университета Тайваня создали необходимую основу для травления. Они смогли сфокусировать ионный луч до нанометрового масштаба. А в Epic Games Store стартовала раздача тайной игры, которой оказалась NBA 2021. Сейчас любой желающий может зайти в магазин и добавить баскетбольный симулятор в свою библиотеку. Акция закончится 27 мая и затем бесплатной станет очередная тайная игра. Ну а если вам понравился ролик, то не забудьте поддержать его лайком. Завтра в субботу я планирую сделать небольшой выходной. Так что как всегда хочу сказать огромнейшее спасибо всем вам за поддержку и до воскресенья, друзья.